Видео уроки фотошопа Для фотографии черно-белой существует довольно большое количество способов Наиболее простой из них это просто ее обесцветить Давайте сразу разберемся как это сделать Для начала дублируем наш основной слой Нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре И теперь идем в пункт изображения, коррекция И выбираем здесь пункт обесцветить Также вы можете использовать для этих целей Быструю клавиатурную комбинацию Shift-Ctrl-U Чтобы в дальнейшем время вам на это не тратить Итак, вот мы, можно сказать, преобразовали нашу фотографию в черно-белый оттенок Просто ее обесцветив Можем посмотреть результат до и после Данный способ имеет место быть Но его использовать я вам не рекомендую Так как он недостаточно гибкий Поэтому давайте я вам покажу еще один очень хороший способ Который позволяет уже более детально настроить вашу черно-белую фотографию Пока что этот слой отключим И создадим новый корректирующий слой под названием черно-белая У нас, как видите, фотографии также обесцвечиваются Но помимо этого открывается окошечко Вот с такими вот ползуночками Благодаря которым мы можем уже настраивать каждый оттенок Точнее его контраст по своему желанию Например, мы хотим сделать кожу модели чуть более светлой Для этого мы перетаскиваем ползуночек красного Немножко вправо Вот таким образом Чтобы вам было лучше видно, я могу его перетащить полностью вправо Кожа модели у меня становится полностью белой Как видите Нам такой эффект, конечно же, не нужен Поэтому Оставим его примерно на 60 или 70% Также можно потаскать ползуночек желтого Чтобы также чуть-чуть высветлить, например, кожу модели Вот примерно так Задний план у нас синий И если мы хотим, к примеру, его затемнить То мы можем перетащить вот эти ползуночки влево Таким вот образом, затемняя задний план Чтобы, на наш взгляд, ничего не отвлекало И он был сконцентрирован полностью на модели Вот таким вот образом Можно даже чуть-чуть еще Притемнить кожу И оставить вот таким вот образом Также, если вы не хотите заморачиваться Вот с этими ползуночками Вы можете, в принципе, нажать здесь на кнопочку «Авто» И Photoshop подберет для вас автоматические параметры вот этих вот настроек Ну что ж, закрываем данный корректирующий слой И теперь давайте сравним две фотографии, которые мы с вами преобразовали в черно-белые Итак, вот таким вот образом у нас выглядит второй вариант обработки И теперь давайте посмотрим на фотографию, которую мы просто обесцвечивали Видите, до и после Снимок, который мы редактировали более детально, выглядит гораздо объемнее У нас с вами здесь заметно больше деталей И модель выдвинута на передний план Поэтому я вам рекомендую использовать именно данный способ Для того, чтобы преобразовывать ваши фотографии в черно-белый цвет Ну что ж, я надеюсь, данный видеоурок вам будет полезен И вы будете применять его в своих работах Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видеоуроках Получите бесплатный видеокурс Профессиональные техники тонирования и цветокоррекции фотографий Жмите на кнопку «Получить курс»